Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с нами новый выпуск новостей IT. Меня все еще зовут Сергей Немчинский, и мы поехали! Издание The Verge назвало лучшие гаджеты 2020 года. Что в уходящем году было по-настоящему хорошим, так это новинки потребительской электроники, считают журналисты The Verge. Главный прорыв — MacBook и Apple с новым чипом M1. Ну, вы это знали. Обычно смена процессора вызывает проблемы с совместимостью приложений, которые могут продолжаться годами. Но не в этот раз. Редактор портала Дитер Бон протестировал новый MacBook Air и убедился, что он вполне тянет больше десятка приложений одновременно, даже таких тяжелых, как Photoshop. При этом заряд батареи держится 8-10 часов. Это самый впечатляющий ноутбук, который я использовал за последние годы, заявил журналист. Новая линейка айфонов, по его словам, тоже получилась шикарной, особенно компактный iPhone 12 mini. А лучшими Android-смартфонами издание назвало традиционно Samsung Galaxy S20 и S20+, первые флагманы с поддержкой 5G. Высоко оценили в The Verge и новинки игровой индустрии — видеокарты от Nvidia и AMD, консоли от Microsoft Xbox Series X и S, а также PlayStation 5 с новым контроллером DualSense. Это действительно новый уровень игрового опыта, говорит Дитер Бонн. Ну, от себя хотел сказать, что, конечно же, вы понимаете, все такие рейтинги составляются за довольно приличную денежку, и кто больше принес, тот и на первом месте. И традиционная любовь к Apple технике, мне кажется, тут тоже вызвана, ну, не в последнюю очередь, а финансовыми стимуляциями. С другой стороны, ну, блин, реальный мир, люди смотрят в рейтинге. Раз в рейтинге сказали, что хорошо, надо покупать, соответственно, продавцам делать больше нечего, кроме как покупать рейтинги. Поэтому не купленных рейтингов в последнее время найти достаточно сложно. Со своей же стороны хотел сказать, что вы знаете, я небольшой любитель Apple техники, точнее, маленький, точнее, вообще не любитель, потому что она офигенно оверпрайсная. И я недолюбливаю вообще всю эту инфраструктуру. Хотя, понимаю людей, которые ее любят, потому что там все очень просто. Ты просто покупаешь последнюю железяку от Apple, и у тебя все хорошо. Что с Android, что с Windows, в принципе, это все достаточно большой выбор, и надо разбираться, ковыряться, выбирать фирму, которая тебе нравится. Фирма может накосячить. Ну, а Apple, по понятным представлениям Apple фанатов, не косячит никогда. Да? Следующая новость из разряда того, что вы любите, мои маленькие любители, всяких рейтингов языков программирования. Python станет языком года по версии TiOp. Это звание присваивается языку, популярность которого в течение года выросла сильнее всего. Ну, на хайпе вы поняли. Python уже получал его в 18-м, 10-м и 7-м годах. Официальные итоги подводить рано, но автор рейтинга TiOp не сомневается, что Python окажется языком года и в рекордный четвертый раз. В этом году популярность Python стремительно росла благодаря развитию машинного обучения, интернета вещей и data science. По сравнению с прошлогодним декабрем, в декабре 2020 года рейтинг Python повысился на 1,9%. В общем топе самых распространенных языков Python сейчас занимает третье место с рейтингом 12 и 21%. На втором месте находится Java с рейтингом 12 и 53, но на первом язык C с 16 и 48%. Рейтинг TiOp основан на данных о числе разработчиков, использующих определенный язык программирования, а также на других показателях популярности, таких как количество запросов в поисковиках. От себя хотел сказать, что вы, конечно, знаете мое отношение ко всем рейтингам, но традиционно по нашим просмотрам мы видим, что вас интересует эта тема больше всего, поэтому наслаждайтесь, мы будем рассказывать постоянно про рейтинги. Может быть когда-нибудь вам надоест слушать одно и то же. По итогам года выручка от IT-отрасли в Украине может достигнуть 5 миллиардов долларов. Такой прогноз дает IT-компания GlobalLogic, регулярно изучающая украинский рынок труда. В прошлом году доходы украинского IT составили 4,17 миллиардов долларов. Есть основания ожидать, что в этом году, несмотря на кризис, цифры будет еще больше. IT, как вы понимаете, она не сильно коснулась. Новое исследование показывает, что даже в самый сложный период, первые 6 месяцев 2020 года, доходы от экспорта IT-услуг выросли на 25%. Главная причина – массовый переход бизнеса в онлайн. GlobalLogic добавляет, что в последние месяцы рынок труда восстановился после падения, и спрос на украинских программистов увеличился на 50, черт побери, процентов, по сравнению с периодом локдауна. Ну, собственно говоря, ничего нового, я думаю, для вас тут нет в этой новости, опять-таки. Я вам постоянно рассказываю о том, что рынок труда растет, айтишечка в Украине растет прямо с семимильными шагами, и то, что вы мне в каждом стриме рассказываете о том, что, о господи, не найти работу, о господи, мы все умрем, IT-отрасль сдохнет, потому что локдаун, а нет. Как видите, все происходит прямо наоборот. И я не могу сказать, чтобы меня это не радовало. В топ-1000 лучших IT-аутсорсеров мира попали 66 украинских компаний. Американская аналитическая платформа Clutch опубликовала ежегодный рейтинг лучших B2B-компаний в области IT. В него вошли 1000 аутсорсеров со всего мира, 1% от общего количества компаний, зарегистрированных на платформе. Претендентов оценивали по четырем критериям. Услуги, которые предлагает компания, и ее опыт в этой сфере. Типы клиентов, отзывы на платформе Clutch, репутация бренда и узнаваемость на рынке. Со стороны Украины в списке представлены в основном небольшие молодые компании, но есть и известные игроки, такие как InfoPulse, 440 место в рейтинге, Sigma Software, 608 место и CycleM, куда без него, 823 место. От себя хотел сказать, что для вас наверняка это не является никакой новостью, потому что я уже вам говорил, что Украина становится постепенно вполне себе IT-кластером для БССР, и мне ужасно это все радует. Я надеюсь, вас тоже. Если вы начали изучать программирование, но боитесь высокой конкуренции среди джунов, обратите свое внимание на Salesforce. Это самая популярная в мире CRM-система для продаж и маркетинга. Salesforce уже использует более 150 тысяч компаний, среди которых Sony, Financial Times, Toyota и многие другие известные мировые бренды. У Salesforce есть свой язык программирования Apex, близкий к Java. Salesforce — это целая система, она требует обслуживания и поддержки, к тому же постоянно разрастается за счет новых продуктов и модулей. То есть спрос не только есть, но еще и растет. Конечно, вы можете учиться самостоятельно, а можете сэкономить время и заручиться поддержкой наших венторов, которые помогут освоить Apex и научиться создавать небольшие приложения. Подтолкнут, если застрянете, направят, если потеряетесь, и, конечно, проверят, чтобы код соответствовал высоким стандартам, что особенно важно, ведь Salesforce пользуются очень большие и уважаемые компании. Ссылка на курс под видео. Издание Dice Insight назвало пять языков программирования, которые будут популярны в 2021 году. Во-первых, это, конечно же, Python, на котором написаны многие современные сайты. Язык приятный и довольно простой для начинающих, поэтому его популярность будет только расти. Он вполне может стать фаворитом у разработчиков в ближайшие годы, говорит Мэтт Пиллар, вице-президент разработки в компании OneSignal. Другой перспективный язык — JavaScript. Развитие JavaScript как среды разработки в 2020 году было феноменальным, и оно ускорится в 2021 году, если он, конечно, не помрет, это от меня. Прогнозирует Майкл О'Коннелл, директор по аналитике в Типко Software. Приложения и фреймворки на React, Angular и Vue.js, дисктопные приложения на Electron.js, бэкэнд на Node.js — везде используется JavaScript. Достойным конкурентом JavaScript, вероятно, будет его улучшенная версия — TypeScript. Уже в этом году в опросе Stack Overflow более 67% разработчиков назвали TypeScript своим самым любимым языком программирования. Также эксперты DysonSight советуют обратить внимание на Go — один из самых высокооплачиваемых языков. На фриланс-бирже Upwork за работу на нем платят около 64 долларов в час, а в Киеве Go разработчики получают в среднем 4 тысячи долларов в месяц. Последний в пятерке языков будущего — Kotlin, который все чаще используется для разработки нативных приложений для Android. Не будем забывать, что Kotlin — это язык на основе GVM, который поддерживает все библиотеки Java. Так что разработка серверных сервисов с использованием Kotlin будет в тренде, отмечает DysonSight. Ну, от себя хотел сказать, что, скажем так, пока разработка на Kotlin на бэкэнде — это, в общем-то, достаточно такая... ну, не то чтобы маргинальная, но достаточно редкая пока ситуация, но я уже слышу не один случай об этом. Мне лично Kotlin не сильно нравится, я вам честно скажу. Да, он, конечно, более компактный, чем Java, и как более новый язык, который сделан на той же платформе со счетом всех, собственно говоря, ошибок Java, и ему не надо сохранять обратную совместимость, понятно, он во многих отношениях лучше. С другой стороны, многие решения, которые в нем приняты, мне кажутся весьма спорными, и как минимум котленовский код считается существенно медленнее, чем, например, код на том же Python. Не говоря уж про Java. А что тут пишет про JavaScript, в принципе, все вполне ожидаемо. JavaScript — это такая, знаете, это самое... Я его слепила из того, что было, а то, что было, потом полюбила. В принципе, на JavaScript можно писать в любом стиле, в любом виде, и как угодно. Я его терпеть не могу, честно. Мне очень не нравится его неявное преобразование типов, и я много говорил неприятных слов про JavaScript, что не может никак избавить нас от того, что рынок внезапно решил, что это вот прям клевый язык, и давайте на нем все педались. Ну, я, честно говоря, думаю, что этот тренд должен рано или поздно прерваться. Я прям очень на это надеюсь. Разрабатывать большие приложения на JavaScript даже хуже, чем на PHP, честное слово. Ну, то есть это неправильно, это не для него. Но, с другой стороны, рынок сам порешает как-то, да? Семь самых востребованных языков программирования для работы в Apple. Что-то у нас новости все исключительно про Apple. Компания Burning Glass проанализировала вакансии, которые компания опубликовала на протяжении года. С большим отрывом в списке требований лидирует знаете кто? Python. За ним следует C++ и, внезапно, Java. Популярные языки, знания которых, в общем-то, повышают шансы на трудоустройство почти в любую IT-компанию. Далее идут внутренние языки Apple. А вовсе не первыми. Objective-C и Swift. А замокает список лидеров Perl. Перл. Господи, Перл. И JavaScript. Отметим, что речь идет только о публичных вакансиях. Предложения для редких специалистов, например, по машинному обучению и искусственному интеллекту, вряд ли попадают на обычные сайты поиска работы. Инженеры-программисты Apple получают в среднем от 127 до 266 тысяч долларов в год. Без учета налогов и бонусов. Ну, что я хотел сказать. Как вы понимаете, Apple довольно большая компания. И, соответственно, разрабатывают они не все под мабуки. И, поверьте мне, сервера у них не на маках. Сервера у них вполне себе на Linux. А на Linux что хорошо работает? Ну, вы только что слышали. В принципе, ну, Perl, конечно, это прям клево. Я сам когда-то работал разработчиком Perl, но это было в том веке. И я вообще был твердо уверен, что он уже как-то и заканчивается. Хотя недавно встретил инженера, архитектора, который говорит, что, в общем-то, да, до сих пор востребованы разработчики на Perl. И многое даже на нем делается. Я Perl не сильно люблю, точнее, совсем не люблю. Как минимум из-за его возможности в Perl нафигачить вообще практически весь скрипт с помощью регэкспов и сделать его вообще write-only. То есть, прочитать это невозможно никому, даже автору. То есть, ты как-то написал, и потом оно как-то работает. Ну, то есть, на чтение уйдет какое-то несопоставимое количество времени, там, миллионы раз больше, чем на написание. Вот. Но, видите, в Apple многое на Perl. Это, кстати, многое объясняет, да? Названы лучшие игры 2020 года, поверьте, The Game Awards. Церемония награждения прошла в ночь с 10 на 11 декабря в онлайн-формате. Ну, ковидушка. Главным победителем стала игра The Last of Us Part II. Приключенческий боевик для приставки PlayStation от компании Naughty Dog. Актриса Лора Байтли, сыгравшая роль Эбби, получила приз за лучшую актерскую игру. Также Last of Us Part II победила в категориях лучший приключенческий экшен, лучшие инновации в сфере доступности, лучшая режиссура, сюжет и звуковой дизайн. Всего игре досталось 7 статуэток. Это лучший результат в истории The Game Awards. Ранее ни одному номинанту не удавалось победить в более чем четырех категориях. Приз геймерских симпатий и награду за лучшее художественное оформление получила игра Ghost of Tsushima. Самурайский экшен Asaker Punch Production. Кстати, фанаты игры помогли собрать более 20 миллионов йен, более 100 тысяч долларов, на восстановление ритуальных ворот на острове Tsushima в Японии, разрушенных Тайфуном в сентябре. Лучшей семейной игрой назвали Animal Crossing New Horizons. Лучшим файтингом Mortal Kombat традиционно, но уже 11-й. От себя хотел сказать, что я, честно говоря, хайпа по поводу Last of Us 2 не поддержал. Я, как вы знаете, играю на плойке. И первую часть прошел, но она, в принципе, ничего, так вроде норм. Вторую часть я видел, что она перехайпленная, поэтому долго-долго ждал, а потом думаю, почему бы не купить. И вы знаете, черт обе меня, она прекрасна. Я доиграл ее, по-моему, к 6 утра в последний день, потому что я не мог оторваться, она офигенная. По поводу же актрисы, сыгравшей Эбби, не знаю, мне гораздо больше зашла актриса, которая играла Элли. Ну, там две главных герои, никто не знает. Эбби – это такая девка с мышцами примерно в три раза больше моих. И немножко своеобразное поведение. Но я понимаю, что характер персонажа передан очень круто. Да, согласен. Просто мне он неприятен. Поэтому я немножко напрягался. И во многих моментах, когда надо было проходить за нее, он мне такой, твою мать, что за глупость она делает, я не хочу так делать. Но игра реально классная, музыкальная тема шикарная. Я вам больше скажу, я ее даже скачал себе в плейлист. И, в общем-то, если вы в нее еще не играли, и у вас есть плойка, то серьезно, вы что-то не то делаете. Это, наверное, реально лучшая игра на четвертой плойке. Компания Burning Glass определила навыки, которые в следующие пять лет принесут айтишникам самые большие прибавки к зарплате. Самыми ценными будут навыки автоматизации айти-процессов, чтобы они под этим не подразумевали. Работодатели будут согласны доплачивать за них в среднем почти 25 тысяч долларов. Ну, по крайней мере, на американском рынке. На втором месте опыт в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Бонусы за него составят в среднем более 14 тысяч долларов. Ну, вы поняли. Третье место – финтех-навыки. Почти 13,8 тысяч сверху. Специалисты в области методологии программирования могут председать на 13,7 тысяч надбавки. В области интернета вещей – на 10,8 тысяч. Другими востребованными и хорошо оплачиваемыми сферами останутся облачные технологии, кибербезопасность, параллельные вычлительные системы, обработка естественного языка, ну, начинал language processing, и квантовые вычисления. Ну, что я вам хотел сказать. Как обычно, традиционно, самыми высокооплачиваемыми науками на самом деле являются умение себя продать, презентовать свою мысль и вообще прочие софт-скиллы. А для нашего БССР это в первую очередь вообще английский. Не забывайте об этом, пожалуйста. В каких украинских IT-компаниях лучше всего работалось в 2020 году? Исследование DOE. В опросе поучаствовало более 14,5 тысяч айтишников из тысяч украинских компаний. Они оценивали свое место работы по таким критериям, как размер зарплаты, условия труда, карьерные перспективы и так далее. В категории крупнейших компаний, более 1500 сотрудников, лидером стала Genesis. На втором месте Intelias, на третьем – Elex. Четвертое место рейтинга задали DataArt, а пятое – SoftServe. Среди компаний с количеством сотрудников от 800 до 1500, пятерка лидеров выглядели так. Inovex, Plarium, Parimatch Tech, Nix и Sigma Software. Все имена знакомые. По категории 200-800 сотрудников лучшей стала продуктовая компания TerraSoft. На втором месте – AMC Bridge, на третьем – AppFlame. Их догоняет CompuTools и Svita System. Ну, этих товарищей я по понятным причинам не знаю. В категории 81-200 сотрудников уже третий год подряд побеждает CodeMotion. Далее с минимальным отрывом идет компания M2E. Затем Liabit, IPLand и KITRON. Ну, честно говоря, наша компания тоже поучаствовала, но, как вы понимаете, из-за того, что у нас немножко меньше сотрудников, нас в этот рейтинг не взяли. А зря, потому что у нас были практически все десятки. Вот. Так что, когда мы вырастем и станем самыми большими, порвем этот рейтинг как тузик-грелку. Ждите. IT лидирует на рынке фриланса в Украине. Платформа удаленной работой Freelance Hunt выпустила отчет о внутреннем рынке в Украине. За год количество фрилансеров в стране увеличилось на 35%. Кстати, до хрена, ну? До 685 тысяч человек. Заказчиков на 25%. До 225 тысяч. Я не могу эти цифры пережить. Более половины всех бюджетов приходится на заказы по программированию. 54,2%. За год для программистов появилось 100 тысяч заказов. Почти 44% от общего числа проектов, размещенных на сайте. В частности, количество проектов по программированию на Python увеличилось в 2, черт побери, раза. Также серьезно вырос спрос на мобильную разработку. Доля в совокупном бюджете выросла на 3,5%, а в абсолютном денежном значении увеличилось вдвое. Смело можно утверждать, что гонорары в этой категории выросли в несколько раз, сообщает фриланс-хат. Ну, то, что, честно говоря, выросла в фриланс и айтишечка вместе с наемной вырастает также и фриланс. По-моему, ну, как бы все вполне очевидно, все просто и хорошо. Меня ужасно радует, что Украина пока в этом рейтинге очень хороша. И я надеюсь, что наша Влада не придумает там какой-нибудь бяки для того, чтобы айтишники такие, как гуси, собрались и перенеслись в другую страну. Может быть, виртуально. Очень на это надеюсь. С другой стороны, ну ладно, я оптимист. Короче, этого не будет. Ну и на этом это все новости. Люблю вас. Подписывайтесь, ставьте лайки. И вот это все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok